И как ни странно, чтобы получать кайф от стихов, и то, что нужно читать, и даже читать прозу, тоже нужно иметь, чтобы получать кайф. Дело в том, что стихи и проза это не газетная статья. Есть такие люди на свете, которые не выносят мат, которые, ну, начинают сразу плакать, ой, я не могу, это он тебя слышит, такие, ну, знаете, среди них есть, наверное, ветераны войны, люди, прошедшие много разного, видевшие и ужасы, испытавшие дикие восторги, и вот они не могут слышать, когда вот при них ругаются матом. Ну, это абсолютно безнадежно, такие люди никогда не получат кайф ни от стихов, ни от прозы, более того, они, скорее всего, не ветераны войны, и, скорее всего, они не прошли через ужасы и восторги, идите вы на океан, скажете, ну, скажем, на океан, ну, восход, закат, не важно, ну, допустим, ближе к закату, где-то 4 часа по полудни, вода до горизонта, берег, деревья какие-то, люди какие-то тут, чайки, вот, и вы смотрите на это все, чуть-чуть так нежный ветерок такой, и чувства переполняет, и хочется сказать, ёб твою мать, как здорово! Вот такой вот подъем чувств, восторг, и, Господи, спасибо, что ты все это сотворил, и спасибо тебе за то, что ты дал мне возможность и умение это все воспринять и прийти в такой восторг. Вот если этого нет, то и стихи не будут восприниматься, и музыка не будет, знаете, и мурашки, похоже, не будут, хорошие строчки от хорошей музыкальной фразы, Ну, есть несколько видов чтения стихов, или они читаются как газетная статья, не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума, ну, то есть, без особого выражения, просто информация считывается с листа, или же с завыванием, не дай мне Бог сойти с ума, в кресле, так, вальяжный человек, вот рядом чтец, человек полуприкрыл глаза, чтец едет рядом, и, значит, читает ему как в старину. Уважающие себя люди имели чтеца, вот, испанские дворяне, даже долгое время, несколько веков, наверное, притворялись неграмотными, потому что, если ты дворянин и грамотен, это означает, что, ну, у тебя недостаточно денег, чтобы позволить себе нанять чтеца, поэтому ты нищий, с тобой дело иметь нельзя. Я просто покажу, как нужно человеку обычному, среднему читателю, не актеру, просто читать текст художественный, чтобы в этом тексте выявлялось, вот, искусство, чтобы было грустно, смешно, забавно, интересно. Ну, во-первых, читать нужно человеческим языком, вот, как разговорная речь. И соответствующие должны быть интонации. Вот, например, отрывок из одного романа, известного, Льва Толстого. Роман сейчас считается христианоматийным, его, на самом деле, толком никто никогда не читал, просто нужно было при названии, когда название этого романа звучит, нужно делать идеологическое лицо и говорить, это великая классика, я ее очень уважаю. Надевшись, Степан Аркадьевич прыснул на себя духами, выправил рукава рубашки, привычным движением рисовал по карманам папиросы, бумажник, спички, часы с двойной цепочкой и брелоками, и, встряхнув платок, чувствуя себя чистым, душистым, здоровым и физически веселым, несмотря на свое несчастье, вышел слегка подрагивая на каждой ноге в столовую, где уже ждал его кофе, и рядом с кофеем письма и бумаги из присутствия. Он прочел письма, одно было очень неприятное, от купца, покупавшего лес в имении жены. Лес этот необходимо было продать, но теперь до примирения с женой не могло быть о том и речи. А всего же неприятнее тут было то, что этим подмешивался денежный интерес в предстоящее дело его примирения с женою. И мысль, что он может руководиться этим интересом, что он для продажи этого леса будет искать примирение с женой, эта мысль оскорбляла его. Окончив письма, Степан Аркадьевич придвинул к себе бумаги из присутствия, быстро перевистовал два дела, большим карандашом сделал несколько отметок и отодвинув дела взялся за кофе. За кофеем он развернул еще сырую утреннюю газету и стал читать ее. Понимаете, дамы и господа, ну, нужно представлять себе, наверное, мизансцену заодно повествовательный стиль. Недавно я где-то наткнулся на упоминание больших умных людей, получающих деньги за то, что они говорят о Толстом, Достоевском, о мировой литературе и так далее. И один из них сказал, что у Толстого в вещах мощный сарказм. Никакого сарказма у Толстого никогда, отродясь нигде, никогда не было. Потому что Толстой, он очень своеобразный художник. Он во всей мировой литературе, он такой один, который он холодный, отстраненный. Он как хирург. Он оценивает сцену, оценивает в сцене людей, участников и записывает примерно то, что ему приходит в голову без всяких эмоций. Он никому никогда не сочувствует, ни против кого, никогда гневно не восстает. Он пишет то, что более-менее вот есть у него, встает перед глазами, когда он воображает себе, представляет себе эту сцену. А для сарказма, сарказм это настолько ниже его достоинства, что сарказм предполагает, что на соучастие, личные чувства к чему-нибудь, к кому-нибудь, немножко пародии пародировать, кого-то еще Толстому в голову такое просто прийти не мало. Как он же? Он же главный, он же самый. Поэтому ни сарказма, у него никогда нет ни роней, у него есть просто смешное такое ворчание и очень точное всегда описание, вот чего он не касается, там всегда большая, высокая точность достоверности. Этим он и хорош. И это точно, это достоверность, вот точность эта иногда бывает невероятно комичная, причем я подозреваю, что самому Толстому комичность, именно комический аспект всего этого в голову не приходил. Отчего это все еще смешнее получается. И в этом гений Толстого. И это надо так и понимать, а не делать идеологическое лицо. Так вот, дальше. За кофе он развернул еще сырую, сырую, потому что есть типография, там влага и печать, печатка и так далее. Вот я научился этому русскому, да? Ух, какая гадость. Да, ну, развернул еще сырую утреннюю газету и стал читать ее. Степан Аркадьевич получал и читал либеральную газету. Не крайнюю, но того направления, которого держалось большинство. И несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика, собственно, не интересовали его, он твердо держал всех взглядов на все эти предметы, каких держалось большинство, и его газета. И изменял их только, когда большинство изменяло их, или лучше сказать, не изменял их, а они сами в нем незаметно изменялись. Степан Аркадьевич не избирал ни направления, ни взглядов. А эти направления и взгляды сами приходили к нему. Точно так же, как он не выбирал формы шляпы и сюртука, а брал те, которые носят. А иметь взгляд ему, жившему в известном обществе, при потребности некоторой деятельности мысли, развивающейся обновленной плита зрелости, было также необходимо комить шляпу. В известном обществе, это Толстой, у него много такого вообще. Это галицизм. Толстой, ну как все дворянство великосветское того времени, вот русское, у них были, значит, ну французский язык был более-менее родной, всех были французские его фернанки, вот, а русский язык, он был родной, но не очень. Те галицизмы, которые прижились у Толстого в прозе, некоторые из них вообще-то вошли в русский язык, и его обогатили, развили, ну как все языки таким образом развиваются, знаете, вот заимствуют. Вот этого у нас нет, то, чего в том языке есть, мы возьмем это себе. Как-нибудь чуть-чуть переиначим, будет наше, и язык богатеет таким образом. Вот, но некоторые галицизмы Толстого, многие до сих пор не прижились, некоторые обороты романские или германские, я не скажу точно, и они получаются комическими тоже дополнительно. Эти взгляды ему, жившему в известном обществе, в данном случае известном, имеется в виду не то самое общество, а известное, в смысле illustrious, high society, бомоун, известное, ну, famous, и в английском и французском языке все эти слова, да, вот рулят, а в русском языке слово известный, в данном случае имеет другой оттенок, и во времена Толстого тоже имел другой оттенок. Но Толстого этого не замечает, и Толстого пишется так, как ему пишут, так, как ему пишется. И получается очень здорово, включая галицизмы, да, так вот, если и была причина, почему он предпочитал либеральное направление консервативному, какого держались, какого держались тоже многие из его круга, то это произошло не от того, что он находил либеральное направление более разумным, но потому, что оно подходило ближе к его образу жизни. Либеральная партия говорила, что в России все дурно, и действительно, у Степана Аркадьевича долгов было много, а денег решительно не доставало. Это важно. Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение, и что необходимо перестроить его, и действительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствия Степану Аркадьевичу, и принуждала его лгать и притворяться, что было так противно его натуре. Либеральная партия говорила, или лучше подразумевала, что религия есть только узда для барбарской части населения, и действительно, Степан Аркадьевич не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна, и не мог понять, к чему все есть страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было бы очень весело. Вместе с этим Степану Аркадьевичу, любившему веселую шутку, было приятно иногда озадачить смирного человека тем, что если уж гордиться породой, то не следует останавливаться на рюрике и отрекаться от первого родоначальника, обезьяны. Итак, либеральное направление сделалось привычкой Степана Аркадьевича, и он любил свою газету, как сигару после обеда, за легкий туман, который она производила в его голове. Он прочел руководящую статью, в которой объяснялось, что в наше время совершенно напрасно поднимается вопль о том, будто бы радикализм угрожает поглотить все консервативные элементы, и будто бы правительство обязано принять меры для подавления революционной гидры, что напротив, по нашему мнению, опасность лежит не в мнимой революционной гидре, а в упорстве традиционности, тормозящей прогресс и так далее. Он прочел и другую статью финансовую, в которой упоминалось о бентами Эмилле и подпускались тонкие шпильки министерству. Со свойственной ему быстротой соображения он понимал значение всякой шпильки, от кого и на кого, и в каком случае она была направлена, и это, как всегда, доставляло ему некоторое удовольствие. Но сегодня удовольствие это отравлялось в воспоминаниях о советах Матрёны Филимоновны, о том, что в доме так неблагополучно, и о том, что... Шш! Он прочел и о том, что граф Бейст, как слышно, приехал в Висбаден, проехал в Висбаден, и о том, что нет более седых волос, и о продаже легкой кареты, и предложение молодой особы, но эти свете не доставляли ему, как прежде, тихого иронического удовольствия. Окончив газету, вторую чашку кофе и калач с маслом... Ха-ха-ха-ха! Шш! Вот такие у Толстого тексты. Это у него очень часто, почти постоянно, во всем, что он пишет, в романах, в эссе, в рассказах, вот он нудит и ворчит, ворчит и нудит, и в то же время очень высокая степень точности получается водевиль. Дамы и господа, и в прозе, и в стихах всегда наличествуют вот такие вот элементы, которые делают и стихи, которые делают и стихи, и прозу живыми. Чтобы понимать и сразу угадывать в тексте эти элементы и восторгаться и восхищаться, и не грустить, смеяться, плакать, приходить в восторг, для этого времени недостаточно просто уметь читать.